МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Дарья Козина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вся история города в одном месте. В архиве собирают фонд личных коллекций. Битва 16 века. Объединение Армир вернулось с фестиваля «Гуляй город». С заботой о тех, кого приручили. 8 августа – Международный день кошек. Далее расскажем обо всем подробно. Документы по истории Саровского монастыря и городской комсомольской организации, воспоминания первых строителей города и документы о партнерских отношениях с городами-побратимами. Все это можно найти в фонде личных коллекций городского архива. Он формируется с 2015 года и пополнить его может каждый. Подробности далее. Фонд личных коллекций формируется в городском архиве с 2015 года. За это время архивисты собрали 18 коллекций документов и материалов саровчан, которые так или иначе связаны с историей города. Это одно из приоритетных направлений работы учреждения. За последние два года фонд пополнился документами известных людей – представителей культурной жизни Сарова. Среди них есть материалы краеведа Валентина Степашкина. Могут вызвать интерес документы по истории городской комсомольской организации, в частности, по деятельности операотряда «Центр», комсомольского операотряда «Центр», документы по истории Саровского монастыря, его восстановления. Здесь же можно найти воспоминания первых строителей города Сарова, документы о партнерских отношениях с городами-побратимами, материалы о пребывании саровской делегацией в Париже, почетные грамоты, фотографии. У Валентина Степашкина также представлены его известные книги «Саров. Ата да я» и «Серафим Саровский». Татьяна Левкина много лет возглавляла отдел культуры, была художественным руководителем драмтеатра. Татьяне Ивановне присудили звание заслуженного работника культуры Российской Федерации. В личный фонд архива она передала документы и фотографии по истории учреждений культуры города, программы и афиши праздников, фестивалей и концертов. Документы, которые хранятся у нас в городском архиве, в фонде личных коллекций, мы выдаем в пользование, естественно, в стенах архива, краеведам, людям, которые занимаются какой-то исследовательской работой, кто проявляет интерес к этим документам. Для пополнения фонда личных коллекций саровчане могут передать свои документы, фотографии, письма и другие материалы, которые представляют историческую ценность. После этого все экземпляры проходят отбор. В первую очередь это документы, которые касаются истории нашего города, его становления. Они здесь проходят, конечно, отбор. Мы обсуждаем, что оставить. Желательно, конечно, чтобы были документы, которые и нашим потомкам будут интересны. Приносить материалы необходимо по адресу улица Гоголя, 22А. Помощь для бойцов СВО продолжает собирать городская дума Сарова. Уже несколько раз депутат Василий Ласточкин сопровождал гуманитарный конвой и лично следил, чтобы наши земляки получили все необходимое. Сейчас готовится очередная поездка. Бойцам необходимы лекарства, продукты и амуниция. Гуманитарные конвои проходят по инициативе фонда Нижегородское ополчение 2022. Его участники регулярно ездят в зону СВО уже больше года. Недавно к ним присоединились и саровские депутаты. Внести свой вклад в формирование гуманитарного груза могут все желающие. Бойцы, дух настроен хорошо, они всегда верят в победу и говорят, что победа будет за нами, потому что они понимают, они на передовой, они это знают. Средства можно перечислить традиционно по реквизитам в фонд социального развития. Все реквизиты есть на наших ресурсах дума.дефиссаров.ру либо ВКонтакте на нашей страничке. Ну и сейчас работает система быстрых платежей. Мы создали QR-код, с помощью которого можно в несколько кликов перечислить деньги, не вставая даже с дивана. В зону СВО планирует отправиться и губернатор Нижегородской области. Глеб Никитин планирует встретиться с нижегородскими военнослужащими в конце августа. Об этом сообщает источник в областном правительстве. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 18 человек получили вознаграждение за сообщение о пьяных водителях в Нижегородской области за май и июнь. Еще 4 человека отказались от вознаграждения. Напомним, с мая нижегородцы могут сообщать о нетрезвых водителях по номеру 112. Если информация подтвердится, то сообщивший получит 2000 рублей. Всего в госавтоинспекцию с января по август поступило около 2000 звонков о водителях, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Из них 450 случаев подтвердились. Аномально жаркий и сухой август обещают синоптики. В связи с этим велик риск лесных пожаров. Высокая пожароопасность 4 класса ожидается по Нижегородской области всю текущую неделю. А значит, запрещено сжечь мусор на садовых и дачных участках, а также вблизи леса и лесных насаждений. Разводить костры в лесах, курить и бросать горящие спички и окурки, оставлять в лесу промасленный или пропитанный горючими веществами, обтирочный материал, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор. Более 300 участников и два дня боев. Реконструкция Молодинской битвы развернулась в Подмосковье. Там прошел самый масштабный российский фестиваль «Гуляй город». Чтобы все было максимально достоверно, участники долго готовились. Изучали историю и технику боев, шили костюмы и изготавливали оружие. В XVI век нашей истории окунулись и соровчане. Город на фестивале представило объединение армир. Самый большой российский фестиваль «Гуляй город» посвящен одному из значимых событий российской истории – Молодинской битве 1572 года. 20-тысячное войско Ивана Грозного остановило натиск Крымско-турецкой армии, которая целенаправленно шла завоевывать Московское государство. Несмотря на значительное численное превосходство Крымско-турецкой армии, противники бежали, а их армия понесла тяжелые потери. Историческая реконструкция сражения XVI века прошла на месте событий в Подмосковье около села Молоди. Объединение армир уже не в первый раз приезжает на фестиваль. «Первый раз я туда съездил вообще в 2011 году или даже в 2012 году. В прошлом году мы были, но и приехали в этом году. Фестиваль очень дружелюбный к участникам, но и с тех времен, с 2012 года, очень сильно, конечно, вырос в размерах. Гостей фестиваля, посетителей было порядка 26 тысяч человек. То есть уже больше, чем даже армия, которая там воевала». Фестиваль проходил два дня, на протяжении которых на поле разворачивалась масштабная младинская битва. Чтобы все было точно и достоверно, более 300 реконструкторов со всей России готовились к событию. Изучали историю, шили костюмы, изучали технику боев, изготавливали оружие. Перед битвой между всеми участниками распределили роли. Армир в составе четырех человек выступал на стороне стрельцов. «В первый день действительно разыгрывался сценарий младинской битвы, когда стрельцы и поместное полчение русское укрываются за щитами Гуляй-города, отражая атаки татар и османов. При этом активно работает артиллерия, пиротехники там каждый раз отрываются, пиротехники, насколько я знаю, с Мосфильма. Так что бабахает, дымит, взрывается все прям по высшему разряду». Во второй день было полевое сражение. На фестивале Гуляй-город работали интерактивные площадки, историческая ярмарка, мастер-классы. На сцене выступили известные музыкальные исполнители. По запросу организаторов, армировцы привезли на фестиваль пистолетный тир. Гости мероприятия могли пострелять из капсульных пистолетов, заряженных мягкими вылочными полями. «Сейчас наконец-то начинает торжествовать историческая справедливость, и битву при молодях наконец-то вспомнили. Потому что во времена Романовых про нее молчали, поскольку это было наследие другой династии, про нее не любили вспоминать. А советская история большого значения этому не придавала». В этом сезоне армировцы показали себя еще на одном большом всероссийском фестивале «Времена и эпохи» в Москве. Зажигательные цыганские и кавказские танцы, а также страстные фламенко. Если вы давно мечтали освоить самые популярные па, самое время это сделать. В парке Зернова стартовал летний танцевальный марафон. Каждый четверг, весь август, все желающие могут посетить бесплатные танцевальные мастер-классы от профессиональных педагогов-хореографов. Отточенность линий, грация, страсть и экспрессия – все это про фламенко. Истоки танца лежат еще в мавританской музыкальной культуре. Существенно повлияла на этот стиль и цыганская музыка. Танцевальная площадка парка имени Зернова на пару часов превратилась в колоритные улочки Севилья. Участницы танцевального мастер-класса разучивали основные движения фламенко, отбивали ногами дроби, учились работать руками, танцевали под аккомпанемент хлопков и каблуков и даже выучили небольшой кусочек танца. На мастер-классах мы знакомимся с основными движениями, особенными стилистиками. Немного я рассказываю, конечно, о культуре, об истории того или иного стиля. И мы танцуем небольшую композицию, которая уже позволит даже на первом занятии ощутить каждое направление, свою изюминку, попробовать себя в качестве танцора. Летний танцевальный марафон в парке Зернова открыли в июле занятиями для детей. Теперь эстафетную палочку приняли взрослые. Бесплатные мастер-классы по различным направлениям танца могут посетить все желающие каждый четверг в 18.30 весь август на танцплощадке. Впереди занятия по цыганскому и кавказскому танцу. На кавказский танец могут и мужчины прийти. Этот танец как раз в основном-то и танцуют мужчины. То есть искрометная лесгинка в мужском исполнении. Это, конечно, красиво, зрелищно и ярко. Все, что связано с движением, это, конечно, нагрузка полезная, интересная, под красивую музыку, в дружном коллективе. Это в любом случае всегда на пользу. 24 августа пройдет танцевальный концерт к 70-летию парка. Подведение итогов марафона и награждение самых активных участников. Прийти на мастер-классы можно свободно или записавшись по телефону 8-905-191-77-44. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. День кошек отмечают во всем мире 8 августа. Это отличный повод вспомнить о том, что домашние питомцы не просто украшение интерьера. Когда вы заводите кошку, вместе с этим берете на себя определенные обязательства. Как заботиться о пушистом друге и сохранить его здоровье, точно знают в ветеринарной клинике свой доктор. Любовь к животным – это не только про то, чтобы погладить или потискать их. Как и в отношениях с людьми, это прежде всего про заботу. Когда вы заводите собаку или кошку, вы берете на себя ответственность. А значит, теперь вам нужно думать не только о себе и своих родных, но и о новом пушистом обитателе дома. Чтобы надолго сохранить здоровье питомца, первым делом покажите его ветеринару. Доктор осмотрит животное и возьмет все необходимые анализы, в том числе на особо опасные заболевания, которые могут не сразу проявиться симптомами. Ну и, конечно, вакцинация. Привитое животное на 80% защищено от болезней. Еще одна важная процедура – кастрация или стерилизация, если кошку или собаку вы завели не для разведения. В зооклинике свой доктор в рамках выигранного гранта проводит бесплатные операции по стерилизации и кастрации для питомцев отдельных категорий граждан. При поддержке фонда президентских грантов у нас есть бесплатный кастрация терилизации котов и собак, водительских, участников СВО, многодетных, пенсионеров. И в этой же гранте входит бесплатное обследование животных перед операцией. Ну, что в него входит? Это ЭКГ. У нас есть аппарат ЭКГ плюс анализ крови общий, который мы делаем у нас здесь, плюс УЗИ. Кроме того, в клинике свой доктор есть монитор пациента. Его подключают к животным во время каждой операции. Следят за их текущим состоянием через ЭКГ, пульс, температуру и другие показатели. В случае чего доктор может оперативно среагировать и принять экстренные меры. Все это гарантирует достаточно высокий уровень оказываемой помощи. Обращаться к ветеринару необходимо немедленно, как только вы заметили у своего питомца даже незначительные изменения поведения. Стал хуже есть, вяло лежит на диване и иначе дышит. Все это могут быть симптомы заболевания. Каждое животное показывает свое недомогание по-своему. У кого-то рот, у кого-то сопли, кто-то чихает, отказ от еды. Первым делом мы не занимаемся самолечением. Мы не ждем, пока само все пройдет. Не пройдет. Поэтому сразу же, даже если показалось, что-то плохо себя чувствует, сразу же идем к ветеринару, специалисту. В ветеринарном центре «Свой доктор» есть все необходимое, чтобы помочь вашему питомцу. Квалифицированные доктора и новейшее оборудование. Работает стационар, где вы можете оставить животное в особо тяжелом состоянии, чтобы его выхаживали специалисты. Также есть кислородная камера, в которой четырехлапые пациенты быстро восстанавливаются после операции. Но самое главное, здесь с любовью и душой относятся к каждому хвостатому посетителю. И делают все, чтобы он как можно дольше радовал своих хозяев крепким здоровьем. Помните, что вы в ответе за тех, кого приручили. И никогда не пренебрегайте походом к ветеринару. Зооклиника «Свой доктор» Зернова, 65. Телефоны 3-79-01, 8-908-762-09-01 и 8-930-809-99-01. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА